Добрый вечер. Здравствуйте. Можно? Для многодетной семьи Кленовых этот день стал особенным, а хозяйка дома впоследствии призналась, что сначала была буквально в легком шоке. В доме Реутовчан впервые высокие гости. Спикер МОСОБЛ Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Катеров пришли поздравить родителей и их четверых детей с наступающим 2021 годом. Мы как в роли Деда Мороза. Это кому старше? Это мне. Всего в Московской области около тысячи ребят из многодетных и малобеспеченных семей получат подобные подарки – рюкзаки со сладостями и пеналы со школьными принадлежностями. Организаторы акции – подмосковное отделение партии «Единая Россия». Его члены решили поддержать ребят, которые из-за ситуации с коронавирусом лишились новогодних утренников. Ребята писали письма Деду Морозу. Честно, не знаю, что они там написали, потому что они считают, что если кто-то узнает, что они написали, это не сбудется. Ну, судя по тому, что дети такие радостные и довольны, наверное, их мечты сбылись, они довольны. В тот день новогодние подарки от МОСОБЛ Думы, «Единой России» и администрации Реутова доставили и другому адресату – ветерану Великой Отечественной войны Петру Георгиевичу Свинарёву. Большое спасибо, что уделяют внимание нам, старикам, тем фронтовикам, которые ещё живут, им здоровья, благополучия. Вот, что ещё можно сказать, чтобы было у них добро и здоровье было, чтобы у них они жили ещё. Во время кровопролитной битвы под Сталинградом Петру Свинарёву исполнилось всего 14, но смелости юношей было не занимать. На запряжённой лошадьми повозке он подвозил продовольствие бойцам и однажды был ранен. В уходящий год памяти и славы представители «Единой России» планируют преподнести подарочные наборы всем ветеранам Подмосковья. Это более 2,5 тысяч человек.